Понятие раб Божий пришло к нам из Библии, из самой древней ее части. Раб Божий так называли для себя цари и пророки. Они так себя называли, потому что они не признавали власти над собой, кроме Божьей власти. Они тем самым показывали, что они больше никому не подвластны, кроме Бога. А в Евангелии от Луки есть причина винограда. Был хозяин виноградника. Он нанимал рабочих, чтобы они там работали. Он послал своих рабов проверить этих рабочих. А рабочие хотели завладеть виноградником, и рабочие убили рабов. А потом господин позвал своего сына, чтобы он проверил работу рабочих, и они его убили. После этого сам господин разгневался. Он сильно их наказал. Так и в нашей жизни Господь посылал на нашу землю пророков и царей, и многие люди их убивали. И когда Он послал своего единственного сына, люди его тоже убили. А в Новом Завете стало считаться, что рабы Божии – это все люди, которые приняли крещение. Господь сказал, если вы меня любите, вы должны соблюдать заповеди мои. Раб Божий – значит служитель Божий. Вне церковной жизни мы не используем этот термин, но в церковной жизни мы его используем. Это происходит в таинствах церкви. Например, причащается раб Божий такой-то. В древности этот титул принадлежал только царям и пророкам. Это означало, что над ними нет никакой больше власти, кроме как Божья. В наше время, в Новом Завете, многие люди считают, что если ты раб Божий, то ты раб, заложник. И мы не можем делать что-то свое. Но сложно же представить, что Бог лишает нас выбора. И человек, который называет себя рабом Божьим, он является служителем любви, истины и свободы. Раб Божий не обозначает то, что у нас нет выбора. Наоборот, Бог нас создал со свободной волей. Раб Божий – это человек, который верит в Бога и живет по его заповедям. Рабство Богу в широком смысле – это верность Божественной. А в узком смысле раб – это состояние, когда ты подчиняешь себя Божьей власти. А святые отцы говорят, что есть степени. То есть наемник, сын и раб. Самый совершенный из них – сын. Раб Божий обозначает служитель Божий. Раб Божий – это человек, который исполняет заповеди Божии и стремится к святости.